Приветствую вас. От этих отношений, так же как и от любых других отношений, всего-то ждать, конечно же, стоит. Но важно понимать, что стоит ждать только в том случае, если вы сами будете что-то менять. Стоит ждать только в том случае, если вы сами готовы что-то делать. Сейчас у меня сложилось такое впечатление, что вы крайне несознательно подходите к вопросу выстраивания отношений. Познакомились с молодым человеком на собеседовании, говорите вы. И вроде бы неплохо. Ну, то есть, на собеседовании значит вы познакомились по теме какой-то деятельности общей. И мне кажется, что это здорово. Здорово, что я смогла объединить какая-то цель, какие-то интересы. Вот. Но. Вы говорите, что все закрутилось. Вы говорите, что все забертелось. И что через месяц вы уже стали жить в месяц. Вот, наверное, с этого момента, а точнее с момента того, что все закрутилось с вашей стороны, и начинаются проблемы. Давайте сразу спросим, почему начинаются проблемы. Точнее, почему проблемы начинаются с этого момента. Дело в том, что если вас охватила страсть, то это полностью убирает всякие другие стороны человека. Если вы так быстро начали жить вместе, то, на мой взгляд, вами обоими двигали определенные желания. Я могу, конечно, догадываться, что это за желание. Но мне бы не хотелось, не хотелось, мне бы не хотелось сейчас этим заниматься. Мне бы не хотелось сейчас гадать. Мне бы не хотелось, чтобы вы сами подумали о том, собственно, чего вы хотели и благодаря чему такая страсть стала возможной. И когда вы говорите, что все закрутилось, завертелось, вы ведь избегаете, по большому счету, своей личной ответственности за то, что произошло. А это крайне деструктивная позиция. Потому что получается, что вы не отдаете себе от чего-то в том, что происходит с вашей жизнью. То есть вы не можете сказать, почему я, как так получилось, что я начала столь быстро жить с человеком. Ну хорошо, идем дальше. Следующая глобальная история, следующий глобальный момент, это момент того, что у вас по большому счету отношения по расчету. Речь идет о том, что каждый платит сам за себя, продукты покупаются по очереди и прочее, прочее, прочее. Нет цветов, нет померков, нет свиданий, ничего этого нет. Вы говорите, что изначально связывали это с отсутствием денег. Честно сказать, звучит это как нежелание смотреть правду в глаза. Честно говоря, что мужчина не считает нужным дарить что-либо вам, не считает нужным что-то делать для нас, не считает нужным от вас на свидание, ну и прочее, прочее, прочее. Вы это решили проигнорировать. Честно говоря, я вас понимаю. Ведь если бы вы это не проигнорировали, то отношения, скорее всего, вам пришлось бы закончить. А это не то, с чего вы хотели. Совершенно очевидно, что вам этих отношений хотелось, и самое главное, хотелось жить с молодым человеком. Вопрос только вот в том, для чего. Но вы же не хотите сказать, что за месяц с момента знакомства у вас у обоих появилось друг другу чувство любви. Значит, там было что-то другое. Важно понять, что это. Но, совершенно очевидно, что видели и ждали вы, совсем другого мужчину. А тот настоящий мужчина, который с вами сейчас, он всего лишь сырье, из которого вы надеялись вырастить тот, кто вам нужен. То есть вы упрямо отказывались принимать реальность. Вопрос заключается в том, как вы себе объясняли, что всё не так, как есть на самом деле. Как вы себе объясняли, что всё иначе. Вы говорите, готовлю, стираю, убираю чаще дня. И здесь, собственно, кроется ответ на вопрос, чего вам ждать в дальнейшем от отношений. Потому как, если вы так и будете продолжать себя не ценить, так и будете продолжать себя принижать, так и будете только пытаться заводить те разговоры на определенные темы. Если вы не будете отстаивать своих интересов, то мужчина, и не только этот мужчина, будет относиться к вам точно так же. Почему? Потому что вы позволяете. Потому что вы позволяете так к себе относиться. Вот и всё. Вы позволяете себя использовать. Вы позволяете делать по отношению к вам те вещи, которые вы считаете неприемлемыми. Не неприятными. Не задевающими. Нет. Это немножко другое. А именно неприемлемыми. А именно неприемлемыми. То есть те, которые вы понимаете, что вам не будет, что вам не подходит. И вот до тех пор, пока это происходит, до тех пор, пока вы позволяете себя использовать. И позволяете себе сделать то, что вы не хотите. Вот. Ситуация будет такой, какая она есть. Следующая глобальная проблема, это то, что вы залезли в телефон к мужчинам. И вообще говоря, это идет о том, что вы не верите человеку. Вы не верите человеку. Вы не доверяете ему. Но самое главное то, что вы не доверяете себе, раз залезаете на телефон. Не чувствуете своих личных границ между собой и другим человеком. И возникает вопрос. Как так, как так получается? Откуда у нас ревность? Из-за чего вы ругались со своим мужчиной? Понимаю? Нет. Но эти вопросы, точнее, вы пишите, что он мне как раз проверял его социальные сети. Да? Вот. Но эти вопросы ответов нет. Вот. А его очень важно получить. Потому что когда вы говорите, что ругаетесь, то вы точно так же сбрасываете личную ответственность с себя и перекладываете ее. Непонятно вообще на кого. То есть вы прикладываете ее, ну, на нас. То есть, что мы ругались. Таким образом, таким образом, от отношений можно ожидать улучшений, если вы сами готовы меняться. Но если вы не готовы, то лучше ничего не ждать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что вы разберетесь в себе и сможете найти выход из ситуации, которая сложилась. Спасибо. Спасибо.